В следующем году на портале Госуслуг может появиться новая опция для дачников. Через Госуслуги могут разрешить проводить общие собрания для членов садоводческих и огороднических товариществ. А у представителей СНТ станет меньше возможности распоряжаться в корыстных интересах общими землями. Отметим, что собрать общее собрание, которое к тому же будет правомочно принимать решения, всегда было проблемой. А с началом пандемии люди и вовсе стараются держаться друг от друга на расстоянии. Поэтому законопроектом предусматривается возможность голосования в очнозаочной и заочной форме с использованием электронных средств, в том числе с использованием портала Госуслуг. При этом разрабатывать механизм голосования через Госуслуги будут за счет средств федерального бюджета, которые выделят для Минцифры. Еще одна новость этой недели, касающаяся дачников, связана с дачной амнистией. Законопроект о ее продлении до 1 марта 2031 года был принят на пленарном заседании Государственной Думы во втором основном чтении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова